Так, ну вот вы практически познакомились с первой половиной производства С распределительным центром С распределительным центром Но, к сожалению, в этом году почему-то это все очень быстро девушка-женщина рассказала Если кому более это интересно, более подробно послушать Я, наверное, вставлю ссылку с таймом Со временем, где молодой человек в том году более подробно рассказывал Про логистику Можно я скажу почему? Мы приехали топ-лидерским корпусом Что это значит? Что это люди, которые несколько раз уже были на производстве Поэтому для нас экскурсии немного другого формата Я понимаю, но это смысл абсолютно логической, если мы ее прекрасно понимаем Дим, я тебя очень люблю и обожаю Нет, ну я, понимаешь, я удивлен в том, что я тебе это говорил, но не на камеру Что производство как минимум в три раза увеличилось Склады заполнены до безумия Я в том году такого не видел Я тебе объясню еще, почему нам не сделали такое, знаешь, вот растянутые экскурсии Мы приехали в рабочий процесс, в смену Люди шуршат, бегают Не до вас тут туристы Да, кары ездят, перемещают товар Мешают Да, то есть мы реально мешаем Это же небезопасно Снимается с полок Поэтому сделали ровно столько, сколько можно вот в текущем формате Ну, кому интересно поподробнее, ссылка в описании Очень круто, что мы приезжаем сюда каждый год И на следующий год мы тоже сюда приедем Опять, да, слушай, третий раз на экологическую смотреть Так, все, кто оделся, пойдемте Вот так, потихонечку Шапочку, пожалуйста Так, пойдемте, да? Пойдемте Все, мы пошли А-а-а Так, давайте я вперед пойду, чтобы знать, куда вам идти Это наша столовая Это столовая Вы потом придете сюда Да? Чаек попить с нашими продуктами Я на полставки фотографом строю Хорошо Спасибо, Таня Так, мы с вами находимся на участке новом Это предпоследний участок из тех, которые мы запустили новые Это участок изготовления сетов Все знают, что сеты состоят из разных продуктов Там тебе капсулка, там тебе и МЖК, мягкая желатиновая капсула И таблетка Вот мы сделали, оборудовали участок таким образом Что вот вначале идет участок изготовления капсул Как раз для сетов То есть для того, чтобы, ну вы знаете У нас организовано производство обычно так Чтобы мы с полуфабрикатом не выезжали в коридоры Чтобы у нас эта цепочка вот вся продолжалась В чистое помещение, в чистое, в чистое, в чистое И вот здесь так же Вначале делают капсулки Потом эти капсулки передают в следующую комнату без выезда в коридор Там полуфабрикат хранится и дальше передается на сет Пойдемте дальше Вот посмотрите, какой у нас большой участок Вот сюда дальше можно пройти, чтобы всем видно было хорошо Участок изготовления сетов Здесь находятся 17 автоматических машин У которых разное количество барабанов В которые насыпается наш полупродукт Вот в один барабанчик сверху насыпается мягкая желатиновая капсулка В другой барабанчик твердая желатиновая В третий, например, таблеточка И в зависимости от того, а сколько штучек От того или иного продукта нужно поместить в сет Настраивается машина, что она может сбросить одну капсулку Может две капсулки одного наименования Таким образом комплектуется сам пакетик Вот Ну вы себе представляете, какой объем делается здесь Вот этих пакетиков для сетов Сейчас пока у нас идет формирование Вернее укладка этих сетов в коробочку вручную Но в изготовлении уже машины автоматической упаковки Каждая машина, картондашка так называемая Будет обслуживать пять таких автоматов Но почему мы не заказали большее количество? Потому что у нас есть разная номенклатура, правильно? Есть, которые вот просто 30 пакетиков укладываются в коробочку А есть такие, как натуральные витамины Там отдельно, да, вот серия вот этой ССН Поэтому остается и ручная упаковка И будет еще автоматическая То есть новый участок Работаем, да Вот знаете, у нас есть такая фишка Сейчас вот Увидите, вот там возле стены стоит такой экран Как от компьютера, как мониторчик Я вам сейчас расскажу, что это такое Вот отсюда видно хорошо Это мы внедряем в этом корпусе А вот на первом ЛСЗ уже внедрена эта система Это система учета Что учета и лучшей организации нашей работы Значит, что это такое? Это экран, на котором приходит вот оператор работать У каждого оператора есть штрих-код Она приходит сканером, считывает свой штрих-код Видно, что оператор такая-то, да Поскольку у каждого индивидуальный штрих-код Приступила к работе Дальше что получается? Что она делает? У нас заштрихована, опять же, в цифровом виде Вся продукция, наименование Она считывает этот штрих-код Я сегодня буду делать пульс-бокс Вот высвечивается пульс-бокс Дальше проработала она какое-то время И автомат, например, забарахлил Бывает такое Механизмы, они ломаются Значит, что она делает? Она выходит нам функцию вызова наладчика И вызывает наладчика К наладчику поступает информация О том, что какая-то машина остановилась И он идет А на экране есть статусы Где какие наладчики, в каких помещениях находятся И в то же время есть статус свободен То есть из тех, кто свободен Должен прийти сюда Это все записывается в нашу программу онлайн То есть ее и технический директор И я как директор Можем вот просто на экране видеть Не вставая со своего рабочего места Приходит Ага, тоже считывает Я вот Иванов такой-то Пришел делать там что-то Устранять эту неполадку Если это авария Он отмечает Это статус аварии Если это не авария Ну это просто поломка Он тогда быстренько устраняет Это может там надо Пленку поменять Может быть там что-то еще Такое незначительное И опять мы видим всю эту процедуру Да, которая на протяжении всей смены проходила Дальше закончилась работа Оператор записывает свою работу Сюда же Опять же мы знаем, что он делает пульсбокс Сколько она сделала Она посчитала И она вбивает Я вот такая-то сделала Вот это-то в таком-то количестве На этом не останавливается все Потому что эта информация поступает к операционисту Операционист на основании карточек Которые у нас в нашей учетной системе есть Списывает количество сырья Которое вот на эту выпущенную продукцию ушло И начисляет тогда заработную плату этому оператору То есть оператор каждый день видит Сколько она заработала Ну она и сама знает Потому что есть расценка Она знает сколько Но это подтверждается еще и документально Вот таким образом То есть у нас каждый день в режиме онлайн Информация, какое у нас сырье есть Сколько его осталось Сколько его надо То есть это видит и отдел закупочной логистики Да, у них есть аналитическая система И мы ведем учет и рабочего времени И выработанной продукции И расхода сырья Это вот, причем это разработка нашего ДИТа Нашего департамента информационной технологии Это не один из, это не купленная программа Это вся наша разработка Наши компании Компании наши Да, Игорь Юрьевич Семенов Вот руководитель ДИТа Сколько процессов легче Конечно Конечно Вся смена на глазах Да И никто где И никого даже с вами Ну вот Здесь идет просто Здравствуйте Здесь вот идет ручная сборка Вот считает оператор Количество пакетиков Укладывает в коробочку В общем пока вот такая еще у нас Функция Которая не автоматизирована Но я вам сказала, что это будет автоматизироваться и дальше Вот вы заметьте, что почти на каждом участке Стоят такие моноблоки То есть каждый записывает Вот то, что видите вот там в конце Это идет маркировка Это каплиструйный принтер Который наносит номер партии Дату изготовления и срок годности Да, да, на коробочку Не сбиваются они? Ну По количеству Бывает, конечно Но количество как бы Претензий на этот счет Ну Я вот честно говоря Бывает Бывает, знаете что Что в одном пакетике Бывает или поломанная капсулка Например Какая-то Или МЖК потекла Вот такое вот бывает Тоже редко Но опять Что делать? Человеческий фактор Вот здесь печать идет Как раз этих коробочек Они вначале маркируют А потом Можно и так и так Можно и готовую продукцию Как бы Маркировать И можно просто коробочку Ну ладно Сейчас передохнули Пойдем на пятый этаж Отсвечивает Вам, наверное, снимать неудобно будет Мы с вами пришли на участок Мягких желатиновых капсул Для того, чтобы приготовить Вот капсулы Капсулы В которых внутри содержится Либо рыбий жир Либо масло какое-то Либо там какие-то компоненты Которые Другие Значит Что у нас происходит? Как вообще весь этот процесс организован? Вначале варится желатин Казалось бы Ну все хозяйки, да Знают, как готовить желатин Залил водичкой Подождал Размешал Нагрел на бане И вот готово Ничего подобного Для капсул Такой метод не подойдет Поэтому Заливается Определенное количество воды Да Засыпается Определенное количество желатина Но в рецептуре Есть еще целый ряд компонентов Которые делают Эту оболочку Вот такую Чтобы она не разлеплялась Чтобы она формировалась И так далее И дальше И происходит нагревание Перемешивание И создается влакуум Вот этим вакуумом Вот что такое вакуум Вот всасывание такое Значит Тогда Когда происходит Перемешивание Вот этой желатиновой массы И подается вакуум Из этой массы Высасывается воздух Который там есть А для чего нам это надо? А чтобы она была Гладенькая Без пузырьков Да Вот такая вот Должна быть оболочка Чтобы не порвалась Она нигде Не прокололась Ничего То есть надо Чтобы масса была Очень однородная Поэтому этот процесс Достаточно сложный Нужно очень внимательно За ним следить И тогда Когда варится Вот там просто сидит Наверху Оператор Смотрит Специальное такое Смотровое окно Когда там пена Перестанет подниматься Тогда только процесс Закончился И на этом еще Все не останавливается Потому что Уже сваренный желатин Мы сливаем В бачки В такие Которые с терморубашкой Нагреваются Которые Включаем Это дело В розетку И еще сотки У нас в этой емкости Этот желатин стоит Он подогревается Да И опять же Какие пузырьки Еще там есть Чтобы они вышли И вот сутки Сутки Вот так стоит Готовится эта масса Значит Что еще Хочу сразу сказать Значит Желатином Мы Наверное Уже Несколько лет Как ушли От свиного желатина И мы работаем Только на говяжьем Это касается И желатиновой массы Для капсул Это касается Капсул Которые твердые Желатиновые То есть Мы работали на свиных Потом перешли На желатиновые Полностью Поэтому у нас Сертификат халял Да У нас сертификат халял И буквально вчера Мы еще прошли Еще одну сертификацию По халяль Которая Более жесткая Чем та Которая у нас была Сертификация Которая будет Распространяться На страны Аравийского Полуострова То есть Это Саудовская Аравия И так далее То есть Более жесткие Правила По халяль Мы еще не получили Этот сертификат Потому что Ну Когда у нас В прошлом году Перед юбилеем Была турецкая группа И я им сказала Что мы проходим Вот буквально Должны пройти Сертификат Как бы получить По халяль Там такие аплодисменты Были Мы так давно ждали Мы так давно ждали Вот после этого Мы все прошли Знаете Вообще Мы Так вот Если уж касаемся Сертификации У нас Три сертификата Один сертификат Это по пищевой Безопасности Второй сертификат Это по GMP Это по косметике И третий сертификат Халяль Ну вот получается Уже 4 Как бы 2 Потому что Тот еще действующий Халяльный И вот новый Все Вся сертификация Даже если она Проходит Проводится Вернее Выдается сертификат На три года Каждый год Надзорный аудит Каждый год То есть мы проходим Эти надзорные аудиты Каждый год То есть идеи Каждый год приезжают Ну нет Американец к нам не приезжает Он у нас был один раз Потом расскажу Если что в столовой Ну вот Как мы его тут принимали Нет Он проникся Что Мы хорошие Что Ну не знаю Ездить не стал И продукции По-моему В Америку Тоже мы Не сильно там Это Ничего страшного Своим рынком Обойдемся Так вот Приготовленный желатин Идем дальше Вот Посмотрите Вот такие емкости Вот видите Они на колесиках Вот емкости стоят На колесиках То есть вот здесь Такого какого-то Тяжелого ручного труда Нет Перевезли Вот это сама машина Которая как раз Формирует капсулы Значит Как она работает Ну вот Она немножко неудобно У нас стоит Не так как нам Хотелось бы Чтобы видно было Вот на том корпусе Видно Значит Я вам расскажу Из емкости На две стороны Этой машины Подается желатин По Вот по такому шлангу Который видите Вот красным Оранжевым таким Это термопровод Это чтобы желатин Который подается Он не Замерзал Не загустевал Вот в два направления Подается этот желатин И Желатин попадает В такую ванночку Внизу ванночке Есть прорезь А под этой прорезью Есть такие барабаны Гладкие Очень красивые Полированные В которые подается Очень холодная вода И они движутся И что получается Не-не-не Это вот там Вот машина Которая к нам С ее спиной К сожалению стоит Вот И что получается Барабан этот движется На него попала Полосочка Желатина Она вытягивается И сразу же остывает И она формируется Лентой И получается С одной стороны Лента идет И с другой стороны Лента Заходят две Эти желатиновые ленты На матрицу В которой есть Выемочки такие И получается Вот такой эффект Как пельмешки делаем Из теста Вот так вот Выдавливается Так и здесь С двух сторон Вот так пришли эти Попала сюда маслица И выдавилась Вот эта вот капсулка И она упала Вот она упала И вот видите По этой желтой трубе Вот бегут Вот видно Что летят капсулки Масло здесь Масло вон наверху Масло наверху подается Вот И вот эти вот Они как холодечек Такие Сейчас Да По желтой трубе Покажите Сейчас я покажу Четко должно быть Чтобы масло не вытекло Конечно Конечно Но Оно может выйти Сейчас я попрошу Чтобы вот принесли И показали Какие эти капсулки Ну Ну покажите Так видел парень Видел Ну сюда Иди вот сюда Это каратин Это каратин Да Либо ликопит Вот Посмотрите И они вот мягенькие Мягенькие Они такие вообще Как холодечек Вот мягенькие Это Это каратин Да Хорошо Спасибо И вот они попадают Вот в эти барабаны И что тут делается Вот видите Там тряпка какая-то болтается Да Видите Это специальная салфетка На которую собирается Если вдруг где-то Капсулка потекла Или еще что-то Все это дело стирается Каждый день Это все моется До идеального состояния А там в этом барабане Просто воздухом Обдуваются эти капсулки И получается Они уже более тверденькие И вот давайте В конец туда пройдем Нет Они все равно Еще очень такие мягкие И в самом конце Вот у нас стоит тележка Вот И девочки Вот сейчас наверное Можно подождать На такие вот поддончики Когда Закончится цикл Начнет вот Этот барабан Вот сейчас он вращается Как бы по часовой стрелке А когда цикл закончится Это автоматически Все настроено Он в обратную сторону Реверс будет давать И капсулы Начнут сыпаться Уже на эти решетки Вот они с утра Сегодня работают Ну вот там За той дверью Там находится сушка Они увозят туда Опять же все на колесиках Руками ничего не таскают И уже в той комнате Где сушка происходит При определенной температуре Влажности происходит Окончание Окончательное досушивание Этих капсул Капсулы Могут сушиться Вообще в самом таком Нормальном варианте Это примерно сутки Если начинается Дожди Вот летом жара Самый хороший процесс Это тогда Когда зима Стабильная температура Стабильная влажность воздуха Это все Вот летний период Это сложный период Вообще в работе Но подбираем Варианты различные Вот воздуха И как бы Жалко конечно Сколько там времени Я не знаю Так бы посмотреть Как они сыпятся Но тоже здорово Когда мы запускаем Омегу Например Либо еще какие-то Капсулы Которые бесцветные Да Желтенькие Слушайте Это такая красота Смотрите Янтарь Вот полный барабан Янтаря Я вообще могу смотреть Не знаю Не останавливаясь Я говорю Ну правильно говорят Можно смотреть бесконечно На воду На то На другое И на капсулы Которые сушатся Ну вот Вот такие Ну вот И скажите Пожалуйста После того Как вы посмотрели Сие производство Какие еще должны быть Вопросы О качестве Я поражен Всего лишь один год А столько Нового Столько изменений В лучшую сторону Столько Даже мне понравилось Не то что понравилось Это хорошо Добавляются сертификаты Качества Для разных стран Мы растем Сильнее Вот Просто Таким маховиком И нас сегодня водила В прошлом году Нас водил главный технолог В этом году Нас водил директор Коу-производства Если я правильной должности Называю Мы очень хотели С ней лично познакомиться Это знаете Такое Одно из сердец Компании Которая всегда поддерживает Которая всегда Основа основ Основа Да Один из столпов На котором стоит компания Ребят Когда знаете Поступают такие моменты Да фу Да хрю Слушайте Вот найдите лучше И покажите нам Я как химик Лучше не встречалась Подождите Хотя мы Мне кажется В прошлом году Мы говорили Те же самые слова По поводу Найдите нам лучшее производство Ни одного комментария Ребята Мы так и не увидели Но скорее всего Это подтверждает Что лучшего Нет Друзья Мир меняется И продажа Продуктов для здоровья Через сетевые технологии Она более логична И экономически выгодна Нежели продажа Через аптеки Потому что через аптеки Продукт бы строил В три-четыре раза дороже Плюс во время Вот этой Логистической цепочки Есть риск Флисификации И прочего А здесь Вы напрямую С завода Вот прям от логистики Где мы первый раз были Оно прямо напрямую В офис едет В офис Либо домой Посылки Тоже так же формируются Кому известны Слово И услуга Совместной покупки Вот это Что-то очень похожее Напрямую От производства Это совместная покупка Смотри То же самое мы делали По Икея Напрямую От производителя Мы доставляли товар потребителю Только не с завода А магазины Делали свою торговую наценку Ребята Мы здесь делаем То же самое Просто Мы понимаем Что Здесь мы можем сделать Гораздо больше Нежели Например Мы делали В рамках Икеи Сейчас наша команда Выросла уже До почти 5000 человек И мы хотим Чтобы каждый Кто хочет пользоваться продуктом Кто хочет получить от нас Консультацию Либо научиться зарабатывать Открыть свой интернет-магазин Без вложений Понимаете Сейчас В современном мире Можно открыть свой бизнес Не вкладывая денег Да Нужно время Да Нужен мозг Да Нужно поработать Но Таких уникальных возможностей Не было Мне кажется Никогда Для того Чтобы Можно было Либо поддержать свое здоровье Изменить свою жизнь И вообще кардинально ее изменить Вот тарабанит Как автомат А я от себя скажу Если вы не хотите Создавать бизнес И у вас все материально В плане морально-материально Все вас устраивает Я рекомендую вам Просто попробовать продукт Начните с одного Поверьте мне И моему опыту Что вы его полюбите И будете со временем Оширять линейку Можно Можно Мы же много раз говорили О том Что ты избавился От седины Можно мне камеру Я покажу Твою голову Ну давай Когда мы с Тимой Познакомились Это было в 2006 году Была сзади Прядь Вот примерно С два пальца Толщиной Я как это Ну ты снимай Как обычно Да Я был седой Как дед Присядь пожалуйста Я как дед был седой Димочке Исполнилось 39 1 июня Мне будет в августе Вот смотрите Вот здесь Я прям помню Была такая широченная полоса И он старался Стричься покороче Чтобы ее не было видно Смотрите 40 через год И только там пару Где-то могут мелькать И то Это даже не седина А выгоревшая Потому что кое-кто На стройке работает Без шапочки Покажи ручки Загар строителей Чтобы Загар строителей Дмитрий Юрьевич Понимаете Вот Вы понятие 40 лет 40 лет это по паспорту А в душе Я наверное Ну 23-25 И больше У нас с Димой Совместное ощущение Что делает Та взрослая девушка Которая ходит По нашей квартире Кто это? Я вот Утром встаю Но дочь уже подросла На практически Я росту Ты кто? Неужели Так время Прошло Я не заметил Вот физически Я не на 40 Как правду Чувствую я Физически Ни фига не на 40 Я еще могу Слушай Нас с тобой Таким образом За третьим отправят Но мы Не пойдем Надо дом построить Да Потом поговорим Держи Что у тебя все трясется Не пойдем Так мы теперь едем Наверное уже В гостиницу Мы едем в гостиницу Обедать Подожди А интервью у нас Когда будут брать 16 Вот мы еще Вам покажем Бэкстридж Как нас снимают У нас еще много чего У нас завтра Стратсессия Я возможно Вас возьму с собой Я забыла Вчера камеру Убежала В офис Сибирского Я пойду еще На репетицию И один из спикеров Дмитрий Юрьевич Занял очень крутую позицию Он оператор Ему не надо Приезы готовить Я вообще по боку хожу Ну как бы так хорошо Не Кстати даже Очень интересные моменты Были комичные Пару раз Меня путали Не как экскурсионная группа Не топ лидера А как Не топ лидер Да Оператор Там нас Сами могли видеть Там ходили оператора С фотографиями Фотоаппаратами И меня путали Я так это Хорошо маскировался А забыли еще вам сказать Там это Без подарочек Не отпустили С предприятия Что нам подавили Ну у нас все в двойном наборе Так как у нас Семейный контракт Ну Это вон Зонтик Крем для тела Кстати девочке Его можно тем У кого есть Очень сильные растяжки И варикоз Вот например Любое антицеллюлитное средство При варикозе нельзя Этот можно Скажи пожалуйста Это уже продает Или что-то есть Изновидный Камиль Я прямо сейчас Отложу А что мне понравилось Вот для мужчины Вот голубая помада Нет ты не знаешь Что такое Сейчас тебе скажу Что это Так подожди Вот это продают Вот это две новинки А вот Ну Зонтик Не видела Зонтик Значит у нас У спортивной серии Амбассадор Евгения Медведева Я думаю многие знают Не знаете Погуглите Это одна из чемпионок мира И прочее По фигурному катанию Один набор для похудения Другой набор Для спорта Для энергии Зонтик Ну аксессуары Кампания производит Именно для Ограниченной количества Да ограниченной Дальше Это тинт По-моему называется В общем проявляющийся Такое масло На губах Одно малиновый Другой сладкий мед Сладкий мед Такой нежный нежный бежевый Вот этот вот Укрепляющий Моделирующий крем Для тела О чем сказала Сыворотка Для повышения упругости Я ее уже тестила На себе Вот это продается А вот это еще Только планируется В продажу Это детская Омега Мегадон В двух видах С манго И мультифрукт Вот такие подарочки В двойном размере Я думаю надо обзорчик залепить Залепим Поэтому кому интересен данный продукт Ждите скоро на канале Жизнь сетевикам Обзор на эти продукты У меня вообще есть скромные желания На одном канале все выпускают Ну это немножко неправильно Пока я думаю Ну походу разберемся Поэтому кому интересно Переходите на наш второй канал Ссылка в описании